Донецкая Народная Республика 17 танковых снарядов Также противник обстрел в территории Республики из БМП, стрелкового оружия и различных типов гранатометов Приказы на обстрел в территории ДНР отдавали все те же военные преступники Грищенко, командир 72-й бригады, Красильников, командир 57-й бригады, Шаптала, командир 128-й бригады, Заполотный, командир 58-й бригады, Жакун, командир 14-й бригады и Майсюк, командир 81-й бригады Разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения сторон Так, в районе населенных пунктов Кадема 6 километров от линии развлечения Обнаружено 10 единиц танков Новгородская 6 километров Обнаружено 3 единицы РСЗО «Град» Первомайская 6 километров Обнаружено 4 единицы самоходно-артиллерийских установок Красногоровка Обнаружено 2 единицы минометных установок Степное 7 километров Обнаружено 10 единиц танков На передовые позиции На рубеже Славное 3 километра До линии соприкосновения Березовое 6 километров Отмечено прибытие подразделений состава ДУК «Правый сектор» И националистических батальонов Всего за прошедшую неделю С 9 по 15 апреля Каратели обстреляли территорию республики 2197 раз В том числе из тяжелого вооружения 1402 раза Наиболее интенсивным обстрелом С применением тяжелого вооружения Подверглись следующие населенные пункты республики На Горловском направлении Населенные пункты «Зайцево», «Горловка», «Широкая балка», «Железная балка» Всего 408 раз На Донецком направлении Населенные пункты «Веселое», Районы Синоватского поста, «Шахта Бакумово», «Докучаевск», «Жабичево», «Старомихайловка», Район аэропорта города Донецка, также Петровский район города Донецка Всего было выпущено по территории данных населенных пунктов 1418 различных боеприпасов На Мариупольском направлении Саханка, Коминтерна, Ленинская Всего 371 раз В результате интенсивных обстрелов украинских фашистов Четыре мирных жителя получили ранения В их числе жители населенного пункта «Зайцево» Шуклин Любовь Ефимовна И мужчина 47 лет Жительница населенного пункта «Яковлевка», А также житель Петровского района города Донецка Дьяченко Александр Николаевич Разрушено четыре жилых дома Армия ДНР прилагает все усилия по защите мирного населения Но достигается это дорогой ценой За неделю погибло четверо военнослужащих В свою очередь Украинское военно-политическое руководство И Командование вооруженных сил Украины В угоду своим властным амбициям Продолжает нагнетать обстановку В зоне вооруженного конфликта Распространение надуманное обвинение армии ДНР В обстрелах украинских позиций Что якобы оправдывает открытие вооруженными силами Украины Ответного огня по территории республики Хочу обратить ваше внимание на указанные жертвы Среди мирных жителей И разрушение жилых домов Там что, тоже был ответный огонь? По старикам, женщинам и детям Эти оправдания украинского командования Очередной способ себя выгородить Последним таким беспрецедентом и бесчеловечным актом геноцида Украинского народа Является подтвержденный международный наблюдательный факт Обстрела артиллеристами Вооруженных сил Украины С позиции в районе населенного Красногоровка Это рядом с Авдеевкой в Северне Где была разрушена школа В самой Авдеевке Преступником, который отдал приказ об обстреле Является командир 128-й бригады Шаптала Ранее известный карательными ударами По населенным пунктам Спартак Веселое Петровском району города Донецка Для скрытия своих преступлений Киев намеренно искажает существующее положение дела И продолжает обманывать население Украины С помощью своих купленных и запуганных СМИ Напоминаю, что все без исключения преступления Со стороны вооруженности Украины Были и будут зафиксированы Следственными органами Генпрокуратуру Донецкой Народной Республики Для подготовки материалов уголовных дел И дальнейших передачей Международной организации Для вынесения судебных решений И привлечения убийц к справедливой ответственности Международные наблюдатели Постоянно подтверждают нарушение Киевом Обязательств по отводу тяжелого вооружения Так, в течение прошедшей недели Представители Миссии ОБСЕ Зафиксировали и опубликовали Целый список грубых нарушений Минских доверенностей Украинской стороной По заявлению Миссии ОБСЕ Из 19 площадок Для отвода вооружения и техник Вооруженных сил Украины 11 пустые На них выявлено отсутствие Охранических ранее тяжелых вооружений В том числе 152-мм артиллерийских систем 105 единиц 122-мм артиллерийских орудий и установок 66 100-мм пушек МТ-12 Рапира 147 82-х и 120-мм минометов 20 122-мм и 220-мм реактивных систем Залпового огня Град и Ураган 58 Танков Т-64 и Т-72 59 единиц Кроме того, применение артиллерии Украинской стороной Подтверждается использованием Беспилотных летательных аппаратов Два из которых были сбиты Подразделием вооруженных сил ДНР при ведении воздушной разведки В районе полигона 3 км юго-восточной Населенного Пута Торрес Где же выполнение украинской стороной Мер отвода техники Перемирия и прекращения огня В принципе, этот отман уже невозможно скрыть При этом представители миссии ОБСЕ Превратились в орган Только фиксирующий эти нарушения И не предпринимающий никаких мер По воздействию на украинское руководство А руководство ЕС Продолжает покрывать Военных преступников из Киева Таким образом Украинское военно-политическое руководство Продолжает курс на геноцид Собственного народа В угоду своим западным хозяевам И с попустилицем мирового сообщества Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин